Кис-брысь-мяу! На моем веку никогда еще саванна не была так близко, как этой весной. Грациозный леопард сегодня подстерегает и успешно ловит восхищенные взгляды за каждым углом, столиком кафе и страничкой соцсетей. Хищный пятнистый принт однозначно один из горячих трендов нынешнего сезона. Потому успешно шлю свой отважный сафари-привет и предлагаю изучить пару приемов укращения строптивого узора. Как же носить леопард, чтобы оказаться на гребне модной волны, не погружаясь в вызывающую пучину китча? Для начала выбрать правильный вариант. Слишком кричащий, отдающий откровенной рыжиной, заведомо будет накидывать контекст вульгарности и дешевизны. Особенно на лоснящейся ткани или тонком трикотаже из синтетики. И совсем другой эффект создает благородная, чуть приглушенная палитра родственных оттенков. И чем менее контрастна ваша внешность, то есть чем вы светлее от природы, тем менее контрастным будет и ваш ласковый и нежный зверь. Тут стоит обратить внимание на очень модные сейчас вариации в серых и бежевых тонах. Вот они выглядят действительно сдержанно и проявят максимальную деликатность, на какую только способен коварный хищник. Особенно в тотал-образах, оживляя их визуальной динамикой, но не выбиваясь из концепции. Только имеем в виду, что конкретно леопардовые джинсы, будь то серые, бежевые или любые, вероятнее всего скоро будут здорово отдавать душком 23-24-го. Второй, но не менее важный момент – величина пятнышек. Постоянные зрители в стиле первых хорошо знают закон соразмерности. На миниатюрных дюймовочках пятна величиной из блюдцы будут смотреться мега странно, как и наоборот. Исключением может стать очень мелкий, несчитываемый рябящий принт. Но сегодня речь не о таком. Итак, пришло время вписать свой идеальный леопард в долгожданную среду обитания, в эффектные образы. Самый безопасный и надежный способ для не слишком бывалых укротительниц – окружить опасный акцент нейтральными оттенками, близкими естественному колориту саванны. Пыльным хаке, палитрой бежевого, приглушенными зеленоватыми тонами. Или повторяющими пятнистый окрас – спокойным светлым коричневым и черным. Тут в дело вступает прием цветовой детализации. И в тылу родственных составляющих его оттенков леопард будет работать, как та же клетка – немного взбодрит лучок, заодно собирая его воедино своеобразным смысловым стержнем. Оттенить такое комбо можно сливочно-белым, воздушным небесно-голубым и цветом натурального камня. Остро-модная идея для матерых охотниц – сочетать леопард с яркими красками. Топовый на сегодня сет – лео плюс белый плюс красный плюс деним. Фантастически сочный и эффектный микс, но все еще элегантный и вполне сдержанный. Чистый красный можно заменить не менее трендовым бордовым, получится даже более изысканно. Или нежным розовым для эффекта неожиданности. Кстати, лично меня просто завораживает, как леопард из страшного зверя превращается в ласкового котика рядом с нежными пастельными оттенками. Попробуйте миксануть лео с тем же зефирно-розовым, прозрачным лавандовым или лиловым, солнечно-желтым и классическим голубым. Особенно круто дикий нрав анималистичных принтов уравновешивает бело-голубая полоска. И тут мы уже касаемся более глубокой мысли стилистического контраста. Если флёр-моб-вайф вам не слишком-то близок, то избегаем равноценно помпезных вещей и сочетаем леопард с максимально контрастными по атмосфере. В случае с голубой рубашкой это классика. Такое неожиданное соседство и рождает оригинальный характер образа. Мой фаворит на все времена сочетание лео с махровой гранжатиной. Вот здесь-то точно нет риска вместе с пятнистой шубкой накинуть себе лишних годков. Леопард играет с совершенно неповторимыми красками в команде с объемными принтованными футболками или непритязательными майками, рваными джинсами, потрепанными косухами и грубыми ботинками. Равно как с нежными блузами, цветочками и пушистыми кофточками. Контраст тут ничуть не меньше. К слову о цветочках. Энимал действительно способен подружиться с иного рода принтами. Можно поэкспериментировать с упомянутыми полоской и флоральным узором, с клеткой горохом и даже с другим анималистичным окрасом. Самые смелые примеряют даже тотал леопард. Хотя это, пожалуй, тема для отдельного выпуска. А что касается стилистики, то вот в стиль сафари и этноэстетику леопард ложится как родной. Впрочем, в данном случае он и есть родной. И если вы не чувствуете азарта составлять сложно сочиненные эклектичные образы, опасаясь хаотичной сборной солянки, то вот он, ваш рабочий вариант. Здесь все абсолютно понятно, гармонично, логично и выверенно. Все детали костюма продолжают единую сюжетную линию, легко считываемую визуально. Что ж, на этом я пожелаю вам самых позитивных и приятных сюжетных линий, но не без перчинки характера.